Здравствуйте, меня зовут Юлия, я представляю компанию Европея, я работаю социальными сетями компаний, общаюсь с жителями немецкой деревни о насущных вопросах и жизни. Хотелось бы узнать у вас о переезде в Солнечный Краснодар. Зачастую в северян складывается достаточно противоречивое мнение о нашем городе, кто-то в него очень сильно влюбляется и не представляет своей жизнью без него, а кто-то разочаровывается и лежит обратно. И хотелось бы узнать вашу историю. Как вас зовут? Представьте, пожалуйста. Меня зовут Сергей, это моя супруга Елена. Ну, дочу Полину немножко, наверное, не в кадре, но она тоже с нами. Что хотелось бы рассказать о нашем переезде. Да, мы из северных регионов, так скажем, из Западной Сибири, а точнее из города Барнаул. Где именно живет немецкая деревня? У вас дом, квартира? Сейчас мы проживаем в Европа-Сити. Но... Как долго? Да, Солнечный? Мы проживаем здесь 4 месяца. Приехали примерно в конце сентября, начале августа. И мы, конечно, в восторге. Мы искали что-то подобное, мы очень долго искали. Мы долго хотели перебраться не именно в Краснодар, а именно вот это в теплый регион, да. Вообще изначально мечты были за границу, конечно, но мы стали смотреть на мир более реально. И все-таки в России мы нашли это место, а это вот оказалось именно застройщик Европея почему-то. Мы вот нашли на YouTube. Скажем честно, мы нашли какие-то обзоры, не знаю чьи, конечно, я не вдавался в подробности. Мы просто заметили, это необычный вообще формат такой вот, Илья. Это какое-то вообще необычное место на самом деле. Нам неохота было переезжать именно с... менять шило на мыло, как говорится, из одного моноблока такого дома, переезжать в такой же, где абсолютно то же самое, только вот то, что регион как бы поменяется, климат. Нам именно хотелось, чтобы было что-то необычное. Было, чтобы красок в жизнь добавило, возможно, что вот это... Ты ходишь и наслаждаешься по улице. Вот здесь мы сейчас, как бы, это с нами происходит. Нам очень понравился этот район, и мы прям загорелись глазами, как увидели в интернете, и переехали. Очень здорово. Скажите, а какая у вас недвижимость была в прошлом городе Барнауля? Ну, какая недвижимость? Обычно у нас квартира. Квартира, она и есть. Обычная квартира. Да, там сдаем, тут снимаем, однушка, да. Мы сейчас находимся на таком этапе. Нас устраивает здесь само местечко, как я уже сказал, да, очень уютное. Но мы сейчас как бы живем и на таком этапе находимся, что мы к климату присматриваемся. Возможно, лето нам вот тоже еще пережить, посмотреть. Потому что некоторые переехавшие тоже вот у нас были земляки, для них показалось здесь очень жарко или что-то там. А, в конце августа, да? То есть мы как бы не попали в такую жару, но нам нужно прожить вот это вот здесь. Поэтому мы пока вопрос недвижимости вот на этом этапе у нас стоит. Что мы сейчас именно определяемся по климату. Если и ребенок все нормально переносит, мы переносим, то мы с выбором уже точно определены, что это будет здесь. А все остальное, как бы, ну и пересечение обстоятельств. Понятно. То есть следующее лето покажет? Да. Останут ли они здесь или нет? То есть мы пока не продавали свои недвижимости? Пока нет. А по уровню цен на двум куче вы же знаете, сколько здесь стоят квартиры, сколько там, соответствие такое. Здесь дороже, дешевле? На самом деле, перед выбором переезда в Краснодар мы, конечно же, смотрели примерно цены. Если честно, я думаю, будет дороже. Ну, не намного. Знаете, порядка. Мне кажется, одно и то же. Вот правда. Что в Барнаул, что здесь. Про цену за квадратный метр дороже квадратный метр в Краснодаре. Примерно одинаково, да. Поэтому плюс-минус 2-3 рубля там вообще нет. Я готов здесь доплатить. Мне здесь устраивает полностью. И ребенок мой доволен. Здесь она ехала, чтобы было больше игровых площадок. Это один из главных критериев выбора жилья. Здесь они на каждом шагу. Эти игровые площадки, дети кругом. Как-то уют. Вот здесь чувство уюта просто на самом деле. У вас там нет такого обилия детских площадок? Мы жили там. У нас квартира находится в старом городе, так скажем. А сейчас как бы вот, да и здесь вот считается Краснодар, уже если середина города, то ну как бы ну старый город. Откуда бы начиналось, да, все вот. По крайням города, естественно, вот новостройки и так далее. Мы вот в старом городе там, естественно, это было меньше. Ну сейчас, конечно же, там добавляют, обновляют детские городки, там все такое. И новостройки появляются, сносят там какие-то ветхое жилье, да, и ставят. И вот у нас как раз новостройка, но в старом доме, в старом районе. Вот. И мы зачастую, ну мало там детских площадок, мало детских где развлечься. Нам приходилось садиться на машину, ехать куда-нибудь в новостройки, где большое количество площадок, потому что она на одной площадке поиграет, на другую надо бежать, на третью, ну это дети. Да. Вот. Ну и сам момент, что где-то выйти даже прогуляться, было мало вот таких вот кафе обычно, просто улочки прогулки, прогулочные, парк какой-то, аллейка вот. Ну, нам надо было уезжать куда-то. Вот. А здесь не нужно. А здесь все, мы вышли, мы просто идем. Да. Тем более такое озеро шикарное, мы к тебе не уходим. Скажите, вы друзьям показывали вообще видео тоже? Советовали бы вы своим друзьям сюда переехать? Конечно. Перетягивайте своих сюда. Да, на самом деле столько людей пишут, что место такое шикарное, тоже хотят, что прям ну вообще особо уговаривать не надо. Даже с Москвы ребята пишут и говорят, блин, классное местечко. На самом деле вот этот стиль именно, вот это вот прям. Они сначала как бы, ну мы сначала не говорили, где это, что это такое. Мы переехали сюда и начали снимать сториз в Инстаграм, выкладывать посты. Люди за битвы где-то за рубежом там, я не знаю, в Германии, ну где-то просто что, не в России. Мы им отвечали, нет, вот есть такое вот местечко в Краснодаре. Это где Краснодаре, в самом или сколько нужно ехать? А в каком языке тут разговаривают? Были и такие вопросы, да. Сколько ехать в Краснодаре, это все это в самом городе, но просто немножко окраина города, это сам Краснодар. Здорово. Скажите, а в Барнауле вы кем работали? Так, ну про работу, про работу тут, конечно, много можно рассказывать, но мы в основном сейчас ушли от найма. То есть, ну а раньше, как и прежде, я работал, ну вернее, как и все, я работал торговым представителем, супервайзером, то есть в продажах. Жена у меня тоже менеджер по продажам, в интернет-магазине работала там, торговала. Но мы немножко поменяли свою жизнь, что и привело нас сюда, в Краснодар. Вот мы, ну просто свободный график у нас, мы работаем удаленно. Здорово. Такой опыт был, в Таиланде жили. Вот. Ну, в Москве решили, что хотим жить так, и вот постепенно шли-шли-шли-шли-шли. Потом рубль обвалился, а за границей стало недоступно. Вот. Поэтому начали искать место какое-то в России. Все, мы шли здесь. Нам прям так понравилось, правда. Мы хотели в Сочи, на самом деле, уехать. Море рядом, все, тоже вроде как живой город такой. Но когда увидели вот этот фонтан, все, вот не загорелось, чтобы мой ребенок бегал тут, чтобы буточек кормил, и все. Поэтому, все, в Сочи не хотим пока. Отметается. Угу. То есть, в принципе, ваша работа, ну как бы, переезжала месяцами, грубо говоря. Да, и мы этому безумно рады, и мы к этому шли. Это, можно так сказать, была наша мечта и цель. Расскажите, где работаете? Сейчас мы развиваемся в одной компании, Canal International. Вот, это сетевая компания, ну, которая просто предоставляет нам такую возможность работать из любой точки земли, именно страны, вот, и из любого места. Главное, доступ в интернет, а ты уже сам набираешь в себе климат, удобное место. Удобное место для нас оказалось здесь, поэтому, ну, чувствуем себя здесь вообще в своей тарелке. Понятно. То есть, в принципе, вам из-за немецкой деревни вообще никуда выезжать не нужно? Тут вообще не хочется. Сейчас еще бы здесь наш магазин открылся, в интернешнл, чтобы не ездить. Ну, здесь три магазина, как бы, вот, здесь бы еще какой-нибудь офис открылся. Вот здесь нет смысла куда-то выезжать, здесь любой не магазин. Как мы уже говорили, что мы очень давно шли к такому образу жизни, который, ну, мы не будем зависеть от работодателя, мы не будем зависеть от какой-то там конкретной точки, где локации, да, вот, где вот нужно сидеть и работать. То есть, вот такой вот формат нас в жизни нас привел к таким мыслям, что мы можем жить вообще в любом месте. То есть, как Лена уже сказала, что мы изначально рассматривали там за границу вообще уехать, но вот из-за того, что доллар нам этого сделать не позволил, мы рассматривали сильно. Ну, в самом городе Барнаул мы оставаться не захотели. Почему? Ну, просто климат, конечно же, климат, хотелось бы тепла, побольше, побольше солнца, побольше, ближе к морю, потому что море, это вообще мы просто бредим морем, горами, вот, вот, то есть, все вот это, это здесь все в доступности. Мы сами просто вот недавно ездили в Деленджик, там буквально неделю назад, даже в декабре эти места просто шикарные, поэтому, а у нас дальше, ну, у нас есть шикарные места, мы против Алтая нашего ничего не имеем. А у нас есть тоже красивые места в горном Алтае, поэтому у нас все-таки привлекает тепло, море и солнце. Здорово. Скажите, а как к переезду вашей семьи отнеслась? Наверное, вовсе не переживали, что это будет? Ой, знаете, после того случая, когда мы оставили свою работу в найм и сказали, что мы поедем на два месяца жить в Таиланд. С ребенком маленьким. С полуторагодовалым ребенком к переезду Краснодара они сказали, езжайте. Уже привыкли ко всем. Сказали, всего вам хорошего, и мы надеемся притащить их сюда. Своих родителей тоже хотим, чтобы они свою, так скажем, остаток жизни провели вместе с нами, рядом здесь в тепле, ну, чтобы было больше по семей. Они готовы, они хотят? Они хотят. Самое главное, что хотят. всячески там упирается, но это рамки в голове каждого человека, поэтому мы их скоро разобьем. Да, к этому надо идти. Скажите, какие самые сложные вещи были в переезде в Краснодар? Да, какие-то были трудности? Многие люди решаются, да, вот кто-то хочет приехать, но боится, да, вот, не знаю, какие-то, вот, им кажется все так сложно, менять работу, там, искать жилье. Но, на самом деле, главное просто сделать первый шаг, да, и как-то… Да. Ну, вот, мне кажется, почему у нас не было этой сложности, потому что, ну, самая-самая большая сложность – это работа, да, приехать и сразу же найти работу, чтобы, ну, было на что жить. Вот у нас не было этой проблемы. Мы приехали, у нас был вопрос, самый главный, где жить? Квартиру мы заранее искали варианты в интернете, там, в группах ВКонтакте, через Инстаграм, ну, Релка. То есть сейчас много возможностей заранее найти, заблаговременно договориться и, как бы, решить уже вопрос жильем. Мы нашли несколько вариантов, приехали, посмотрели их, все, мы в этот же день засединились. Все. А вещи? Отправили транспортной компанией. То есть вы сначала приехали сами там с минимальным каким-то набором, а потом приехали вещи? Да. Ну, трудновато было, конечно, ехать четыре с половиной тысячи километров на машине с ребенком, четыре года. Ну, она тоже у нас молодец, справилась. Скажите, пожалуйста, еще вот такой момент про местных жителей. Какое-то отличие от менталитетей, испытываете вы какие-то сложности вообще не с местными? Кубаноидами, как мысли бы это называть. Нет? Мы тоже об этом слышали. Я общался из своего города, из Барнаула, с человеком, который дал мне контакт, ну, риэлтора, который там в каких-то моментах помогал, да, там, вот она нас там порекомендовала посмотреть этот район. И он мне говорил, вот там типа местные, местные, я думаю, что там местные, ну, вот Кубаньё или Кубаноид, то есть, брат как-то мне назвал, что само название как бы страшно. Но здесь мы, мы не сталкивались именно с таким моментом, что вот именно, вот я бы вот понял, да, вот он какой-то не такой, там, или как-то он, ну, не знаю, как вот пугает, да, вот этим, что они... Кто эти люди? В общем, вы их не обнаружили пока. Я, после, здесь вот, когда прошел праздник, вот я вам рассказал, да, Ортоберфест и здесь, вот в Европе, здесь в основном все вот наши, в принципе, земляки, потому что вызывали на сцену людей, как бы говорили, вы из какого города, там, ведущий? Он говорит, Омск, рядом, блин, наши люди, Красноярск, Томск, Мурманск, там, Иркутск, я говорю, да какие тут кубаноиды, да, есть все наши. Ну, и, в принципе, как бы, ну, не было пока такого ничего. Ну, и мы сами, как бы, может быть, такие люди, что, я не знаю, какой-то негатив в каком-то искать или видеть. То есть от человека это зависит. Понятно. Скажите, нашли уже каких-то друзей? Поднакомились с там? Ну, именно с Краснодара, как бы, нет. Именно с Краснодара нет, а ребята, которые уже, несколько лет назад, приехали сюда, наши земляки, мы встречаемся, общаемся, вот, и у нас здесь рядом живут в станице Елизаветинская, ребята живут, у нас живут в районе таком, как здесь, знаете, как назвать, Шанхай. Вот, кстати, там у нас девочки... Как же не у нас там квартиры купить? Не купить. Не купить, снять пока? Я ей сказал, не вздумай там, да, город. Вот, и поэтому мы тоже там, мы же тоже излазили весь интернет, все районы там, когда искали где поселиться там первое время, то есть про районы почитали Краснодара. И вот она там поселилась. Ну, пока не было таких знакомств. Вот, пока только вот такие, кто сюда переехал в Европа-Сити, тоже в основном все ребята переехали, тоже увидели машину, стоит 22-й регион, это наш Алтайский край. Привет, привет, вы откуда с Барна? В общем, как классно, все живут в нашем доме. И так вот, как бы, в принципе, режет много. Да. Поэтому я не понимаю, где здесь какие-то клубаноиды или... Все нормально, у нас все устраивает абсолютно. Замечательно. Скажите еще, какие места в Краснодарском крае посещали? Где любите отдыхать? Куда ездили? Вот, в Краснодарском крае. Да, да. Ну, смотрите, мы успели съездить, что не получилось бы у нас из нашего города Барнаула, здесь мы уже побывали два раза на пол. Мы первый раз мы в Анапу уехали, в этом... Витязево. 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 По-своему прекрасные города. У нас такой план в следующем году, либо осенью, чтобы, ну, не такая жара, дур сделать из Крыма до Сочей, до Абхазии, прокатиться по побережью. Вот. Посмотреть все вот эти города, потому что все говорят, ну, мы уже как в двух городах побывали, нам понравится. Они по-особенному прекрасны, каждый по-своему. В Инжике горы и море классные. В Анапе там тоже по-своему. Прикольно. Вот. И вот хотим сверху вниз и так прокатиться. Ага. Скажи, то есть климат, пока, в принципе, вас устраивает? То, что нет снега, холодов, как у вас? Да, мы безумно рады. Рады. Конечно. В окно выглядываем, какое прекрасное утро, какое классное. И снега нету ничего. Ну, дочь маленькая, она как бы, ну, это ребенок. Она сейчас увидела снег, она счастлива. Потом она увидела, что солнце светит, снега нет, травка зеленая, она безумно счастлива. То есть радуемся всему, что есть. Ну, успели на горке вот здесь вот покататься, кстати. Когда снегом чуть-чуть подзапорошило. На горке покатались, она счастлива там. Потом на следующий день здесь, у меня 4, да, снег лежал вроде и так вот. Ну, так вот, слабо лежал. И уже она потом ходит, что-то мне надоел снег. Осмотрим переписку с родителями в WhatsApp. Переписка, они там шлют видео. Там снег уже вот так, там морозов по 30 и больше. Ну, ребят, нам кайфовы здесь. Нам здесь нравится, кто там. Осталось летом посмотреть, чтобы жара, как мы ее воспримем. И все, в принципе, вот это самое главное. И мы уже тогда определяемся с покупкой жилья, определяемся с продажей своего. А что будете рассматривать там? Это будет Европа-Сити или в каком-то другом месте? Ну, немного пока размышляем еще в этом плане. То, что в этом районе, то точно. Либо это будет Европея, потому что еще как бы строится много объектов разных. Просто мы хотим еще больше информации получить, возможно, от офиса, от продаж, да, узнать. Скажите, то есть в целом Краснодар вас устроил? По своей инфраструктуре, местным жителям, по Крыму, да? И сейчас вы еще определяетесь по ветру и будете искать здесь, в Европе, за свое жилье? Да. Мы уже, в принципе, определились, что отсюда уезжать не будем, потому что мы до этого, как можно было, рассматривали Сочи, там, возможно, ближе к морю, как бы нам хотелось рвались, душа рвалась к морю. Но, почитав там много информации, да и здесь как бы уже пожил, что нам здесь нравится уютно, а на море мы в любой день, нам работа и все позволяет, как бы наш образ жизни нам позволяет в любой будний день сесть вверх, как бы на море. Вот, и сейчас осталось как бы летом перекантоваться, так скажем, ощутить это, как многие пугают нас жарищу там, как мы это воспримем, как мы, как ребенок это перенесет, как мы это перенесем, потому что многие, которые друзья здесь там, ну не то, что многие, а были такие друзья, которые мы там не перенесли жару, мы уехали. То есть были такие примеры, которые нас типа отговаривали, не сможет, ну как мы можем узнать, если мы не проверим, поэтому мы проверим. Вы знаете, наша житель, вот я тоже недавно общалась с женщиной, она говорит, что даже именно в немецкой деревне ощущается температура по-другому, потому что нет такого обилия асфальта, который сглавится, да, потому что есть деревья, ветерок, поэтому, возможно, если вам не нужно никуда въезжать, вы комфортно принесете все. Поэтому я хочу вас поблагодарить за интервью, за удивленное время, я надеюсь, что вошелся, поможет всем тем, кто сомневается, бросить все, собрать вещи и переезжать. Потому что надо что-то менять в своей жизни. Да, зона комфорта, зона комфорта, человек боится ее покинуть, не представляя у себя в голове, там, не какие-то неоспоримые такие моменты, что вот, нет, только вот, где родился, как говорят, там пригодился. Нет, это все не так. Поэтому, не знаю, наше такое напутствие, что просто можно взять что-то, попробовать, и жизнь, она одна. Вот такие вот моменты. Всегда, всегда можно вернуться, правильно? Абсолютно. Всегда нас там ждут, и... Но мы не возвращаемся. Мы, наоборот, сюда всех заберем. Здорово. Абсолютно. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok